Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой Утренний фреш. Я, Александр Лупиненко, как всегда расскажу об актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлюсь с другими интересными событиями и фактами. Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность. Прогнозируется небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 16 градусов. Ветер северо-восточного направления скоростью до 6 метров в секунду. Начнем выпуск с информации о выставках, которые еще можно успеть посетить до их закрытия. Одна из них на полхолста. Автор выставки живописи, графики и поэзии Татьяна Гершегорина. Гости картинной галереи Гавриила Ващенко могут увидеть живописные и графические работы гомельской художницы. В них заключены иллюзии и парадоксальное сочетание форм, визуальный обман и сюрреалистический взгляд на вселенную. Работы сопровождаются поэтическими строками из сборников, написанных автором за минувшие несколько лет. Также в картинной галереи Гавриила Ващенко продолжает работу выставка литографии французского художника Анри Матисса. Все они сопровождаются текстами из статей, книг, писем и размышлений автора. Творчество Матисса невозможно охарактеризовать в рамках какого-то отдельного направления. Все дело в том, что он постоянно выходил за любые рамки, стремясь туда, где еще никто не бывал. Кстати, единственная книга под названием «Джаз», которую автор сам написал и проиллюстрировал, также представлена на этой выставке. Музей истории печати фотографии Гомельщины представляет работы фотографа Сергея Курила из города Гродно. Выставка под названием «Чернобыль. Исчезновение в разрезе» приурочена к 34-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Это своего рода попытка заглянуть вглубь одной из мощнейших катастроф 20 века. Фотоработы, которые можно увидеть на выставке, созданные на территории Брагинского района, в основном сельской местности. Познакомиться с ними можно до 9 мая. В областной библиотеке имени Ленина развивают проект «Музей онлайн». Он создан для того, чтобы представить дополнительные возможности для знакомства с Литературным музеем народных писателей Беларуси. Проект ориентирован на ценителей отечественной литературы и всех, кто интересуется белорусским художественным словом. Посетить музей онлайн можно на сайте библиотеки. Ну а далее немного о театре «Семь снов о тебе». Премьеру этого спектакля готовят в молодежном театре Гомеля. В основу постановки легла пьеса современного драматурга Киры Малининой. Она создана по мотивам рассказа «Глаза голубой собаки» Габриэля Гарсия Маркеса. Жанр спектакля определен как мелодрама. Это рассказ о поисках любви, одиночества и мыслях о фатуме. Главные герои – он и она ведут диалоги о взаимоотношениях, чувствах и эмоциях, беседуют о переживаниях, случайностях и предначертанности. Белпочта проводит акцию к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Белорусы, достигшие 75-летнего возраста, смогут бесплатно получить наборы из трех почтовых карточек с оттисками специального штемпеля вместо марки. Получить эти почтовые наборы можно до 9 мая, а бесплатно отправить по стране до 15 числа. Список почтовых отделений, где можно поучаствовать в акции, размещен на сайте Белпочты. А если заявку на получение открыток сделать по телефону, то наборы можно будет найти и в вашем почтовом ящике. К другим интересным новостям. Кофеман ощущает пищу на вкус более сладкой и менее горькой. Такой вывод сделали датские ученые. Для этого было проведено исследование с участием добровольцев. Специалисты проанализировали их обоняние и вкусовые ощущения до и после употребления кофе. Оказалось, что напиток не влияет на восприятие запахов, но ощущение вкуса меняется. После употребления кофе у испытуемых обострялась чувствительность к сладости и притуплялась к горечи. Исследователи отметили, что такой эффект, вероятно, дают горькие вещества в самом напитке кофе. А тем временем в США разработали солнечные батареи с рекордным КПД. Коэффициент составляет более 39% при естественной освещенности солнцем, а при концентрированном солнечном свете 47%. Эти показатели побили мировой рекорд для солнечных батарей. Такого эффекта разработчики сумели достичь за счет новой конструкции пластин. Как утверждают специалисты, у новинки хорошие перспективы в сфере энергетики и в космической отрасли. Часто ли вам приходилось наблюдать, как дверь сама открывается, чтобы выпустить мяч на прогулку? Видео с таким умным поведением двери привело пользователей в замешательство. На кадрах видно, как надувной мяч отправился гулять с веранды прямо во двор. При этом дверь открылась и закрылась сама. Конечно, виновником этого явления является сильный ветер, но со стороны все выглядит, как будто предметы ожили. Открытым остается вопрос, впустит ли дверь мяч обратно. И о братьях наших меньших. В австралийском Квинсленде собака породы неаполитанский мастиф родила 21 щенка. Четырехлетняя мама сама родила троих щенков. Еще 18 появились путем кесаревосечения, которое провели ветеринары. Сообщается, что эта собака установила национальный рекорд для своей породы. А мировой рекорд принадлежит самке неаполитанского мастифа в Великобритании. В 2004 году она родила сразу 24 щенка. Однажды один режиссер согласился приютить ворона. Птицу описывали как спокойную и послушную, но это оказалось не совсем так. Поначалу ворон показал свой характер в новом доме, а когда птица освоилась, стала проявлять привязанность к хозяину. Птица оказалась ласковой и вполне любвеобильной. То и дело стремилось обнять человека. Более того, ворон активно повторяет звуки, которые произносит хозяин и выполняет самые разные команды. Результаты проведенного в Японии исследования показали, что кошки знают свои клички, но все равно не хотят на них откликаться. К этой научной работе привлекли не только домашних кошек, но и тех, кто живет в популярных в стране восходящего солнца кошачьих кафе. Поведение питомцев, реакция, движение хвоста, поворот мордочки подробно анализировали. В итоге было установлено, что кошки реагируют на клички, если их зовет человек, которого они считают своим хозяином, а на остальных они обращали внимание только по собственному кошачьему желанию. При этом охотнее откликаются четвероногие, если их зовут в полной тишине. Фильмы проекта «Обратный отсчет» рассказывают зрителям о малоизвестных страницах нашей истории. Совместно с белорусскими исследователями, архивистами, авторы программы рассказывают о фактах и событиях, о которых в советское время принято было молчать. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» сегодня в 16 часов 15 минут. Смотрите в нашем эфире телесериал «Неравный брак». Это история о вынужденном союзе двух совершенно разных людей. Алисе 20, она учится в институте и мечтает выйти замуж за своего парня Егора. Он делает ей предложение, и Алиса счастлива. Но всем ее мечтам приходит конец, когда она узнает, что ее отец задолжал бандитам огромную сумму денег. А ценой расплаты может стать его жизнь. Чтобы помочь отцу, Алиса соглашается на брак по расчету. Ее мужем станет пожилой богатый мусульманин. Он обещает быть ей примерным мужем, но юная Алиса отказывается разглядеть в нем человека. Как сложится совместная жизнь главных героев? Смотрите на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 16 часов 40 минут. Это был Утрене Фреш. Меня зовут Александр Лупиненко. Желаю вам хорошего настроения и пусть доброе утро сделает добрым весь предстоящий день.